На самом деле дело обстоит все проще. Есть такое главное разведывательное управление Аквариум. Хорошевское шоссе 33 в Москве. Вот они там сидят, им Путин поставил задачу сокрушить Украину и противостоять здесь проклятому НАТО. И все эти дяди, они сидят и думают, так, у нас же ну как бы приказ отдан, надо, надо чтобы материалы были. Кто там у нас есть? У нас есть 53-летний уголовник Вася, которого когда-то завербовали на стакане марихуаны в Одессе, да. А давайте его изымим. Перевезем на территорию Ростовской области. На полигоне научим делать огнепроводный шнур и втыкать в толовую шашку. Потом покажем ему, как минировать объекты. Все же это фиксируется, беседы и так далее. У нас папка растет, дело пухнет. И потом он подорвет по нашей команде приказу или самостоятельно, как подготовленный агент, подорвет плакат в Одессе. И мы скажем, нас спросят, что вы там занимаетесь, пока все гибнут ребята из 76-й бригады, пока Тольяттинская бригада в плен попадает. Они скажут, сюда, пожалуйста, вот сюда медаль, потому что посмотрите внимательно. Посмотрите на украинский интернет. Какого пропагандистского информационного резонанса мы достигли, взорвав этот плакат? Вот мы работаем, в отличие от вас, коллеги. Понимаете? Это все очень смешно. Все вот эти потуги, все вот эти разборки, все эти поножовщины, это все детский сад. Все они тем занимаются и маются дурью. А больше всего маются дурью тех, кто пытается из этого делать аналитику в Фейсбуке. Одесса-Харькова, Одесса-Харькова, потому что это два ключевых города, где по каким-то странным соображениям Кремля они надеются сокрушить все-таки, создать большую нагрось. Привести русский мир. Да, и сокрушить этот сам. И они вот бедные как вцепились, и никак не могут понять, что когда 2 мая фанаты металлиста, харьковского и одесского черноморца сломали об колено идею русского мира, но одесситы, которые там были, она уже никогда не поднимется. Они этого бедного никак не могут понять. Они все пытаются, пытаются, все рвут плакаты, кони все скачут и скачут. Понимаете, избы горят и горят. Детушки бегают и горят. Да, мышки плачут, там из этого ГРУ, из этого ФСБ, продолжают из этой администрации президента, Сурковой, продолжают жрать кактус и взорвать плакаты. Ну, такие они, они по-другому не умеют. Делают то, что умеют.